уважаемые зрители дорогие друзья добрый день вы на канале главная тема народ это очередной неподготовленный эфир канала это уже становится плохой традиции но надеюсь и сегодня проскочим тоже потому что со мной на связи мой компетентный собеседник политик общественный деятель публицист один из лидеров националистов дмитрий демушкин дмитрий николаевич благодарю тебя за оперативность и благодарю что бываешь на канале спасибо что зовете всегда с удовольствием а то что в таком у нас режиме так это тоже плюс мы оперативно значит реагируем на ситуацию меняющуюся поэтому бывает так что надо прям вот записать что-то и оперативно хотя бы больше всего вечном беседу и о суете тоже на носу это нас видишь поглощает поэтому идем в этом тренде друзья я перед тем как начнем говорить скажу пару слов о сегодняшнем эфире как он не видится мы будем пытаться понять куда нас кривая выведет кривая пока наведет нас на улице вот это будет нить эфира и на нее будем нанизывать всякие свои мысли и логические блоки и заключения я начать хочу дмитрий николаевич знаешь чего вот есть такое на явление она политическое явление называется толпа это очень сложное явление толпа не равна сумме людей которые в ней находятся и ты эту тему знаешь ну лучше чем кто-либо другой знаешь помнишь как жванецкий говорил давайте говорить о вкусе устриц с теми кто их ел вот это все это знаешь как говорится от первого лица скажи пожалуйста первый вопрос такой короткий вот ты был в августе девятнадцатого года в толпе которая протестовала против сноса депутатов на выборах мосгордуму ты посетил центр москвы 23 числа можешь сказать разницу между двумя этими собраниями людей она была 27 июля если я ошибаюсь и 3 августа потом была акция да я что-то я папу я попутал ты же там был у тебя было редакционное задание тебя там арестовали документы отняли я помню эту историю хорошо меня арестовали на голунова до этого проходил акции в поддержку голунова за то что я в день россии махал флагом россия но забравшись на там я не знаю как даже назвать там ступеньки такие были и вот нет мне так и написали в протоколе ведь его и сотрудники росгвардии что он в день россии махал флагом россии чем создавал затруднения для прохода граждан и выкрикивал при этом политические лозунги да хотя ничего не выкрикивал ну ладно действительно был действительно сравнивать можно но здесь то как раз все более-менее схоже акции были похожи почему потому что вообще все что делает сегодня я так назову это в целом коллективный навальный да алексей навальный и там его окружение они эти акции очень похожи они собирают довольно много людей но они абсолютно размазаны по центру города без всякой организации и без всякого низового и среднего звена управления то есть они как-то там обсуждаются назначаются надеюсь какие-то имеют цели понятные на а после этого когда эти акции начинаются собирается громадное количество людей которые не могут зайти на точку выбранную то что они достоят недостаточной по объему и после этого 10-15 спидеров каких-то от либеральной оппозиции в основном приезжает и абсолютно без толку задерживается почему без толку но если толком не считать то что их задержали об этом написали средства массовой информации что задержали то что никакого влияния управления они толпой абсолютно не никак не влияет и нет абсолютно структурой которого пыталась этих людей как-то собрать направить тогда я сейчас поясню крайняя вот акция рассержена горожан среди которых были и националисты и левые и навальные и либералы то есть посторонники навального понятно что люди выходили и навальный больше обращался не к либералам а к тем людям которые хотят перемен то есть те кто выступает все за перемены а навальный это некий такой общий таран который вот ему можно приписать сегодня вот это вот флаг которого несет за всех и действительно левые даже которые с ним расходились в идеологических взглядах и зачастую националисты все равно на эту акцию агитировали приходить чтобы выразить вот это вот свое несогласие со многими вещами которые сегодня происходит так вот я специально не зациклился на каком месте я проехал сначала на машине я проехал от пушкинской до маяковской люди были по тротуарам полностью заполнили эти пространства почти до самого метро стояла оцепление чтобы люди вышли на тверскую потом я от пушкинска вернулся проехал до театральной вся тверская опять же до кайбля была заполнена людьми я бы и парковался на лубянке обошел оцепленную красную площадь где опять же были люди большой театр полностью заполнили людьми государственная дума где было не протолкнуться и поднимаясь по тверской уже в толпах людей я увидел что все переулки с правой стороны вот по тверской были заполнены людьми причем тот переулок самый крупный который выходит на здание правительства москвы там стояли пробки из омона которые перекрывали выход людей на улицу там было много тысяч людей я залез на парапет и конца этим людям было не видно то есть они просто не могли выйти с тверской они не могли пройти на пушкинскую даже пушкинская была заполнена по обоим сторонам полностью соответственно с переулков омон просто не пускал людей потому что они бы тогда выдавили по своей массой вышли бы перекрыли тверскую и собственно омона цепление держал эту тверскую в одну полосу понятно ленточку что там люди повышали если бы из переулков бы выпустили поэтому что произошло произошло то что подсчитать численность людей абсолютно невозможно причем ее можно как завышать до бесконечности так и занижать почти до значения там четырех тысяч даже кто-то там захарова по-моему сказала и вы не знаете сколько и было на самом деле даже те кто ставил своей целью объективно подсчитать недовольных людей во первых было тяжело отделить от просто людей которые ходят а во-вторых гуляют это все-таки был выходной день а во-вторых вы настолько размазали людей как бы по центру москвы что вы можете объявлять что вы хоть там полмиллиона собрали но этих полмиллиона вы абсолютно никак не сможете нигде предъявить и они не смогут увидеть ту силу которая собралась чтобы вместе поскандировать опять же понятные лозунги даже кричали кто чего хотел и в полном хаосе получается не было координации не было низового и среднего звена управления мне конечно многие сейчас возразят учетом вот демушкин рассказывает там противодействие полиция власть времена тяжелые так далее я абсолютно с этим согласен но не было никогда и попыток а это я уже извините как профессионал вижу я всю жизнь управлял крупнейшими акциями националистов как согласованными так и не согласованными и везде конечно же мы не пускали сама на самотек и никогда мы не выкидывали людей там не пойми куда то есть мы всегда должны были понимать где они соберутся кто будет задавать том лозунгов а вот чтобы потом не подписали нам там оголтелый экстремизм и кто будет заниматься управлением и этим вот они никогда видимо либералы не имели никогда структуры вот таких именно как у движений до организационных чтобы этой работой заниматься поэтому я надеюсь план у них есть но как он будет действовать для меня пока не ясно я могу лишь фантазировать ну кому нужны фантазии тем более что за них еще можно потом и получить потому что если то что я скажу сбудется то скажу точно он это еще и планировал вот никакая позиция не была допущена к совещаниям и по подготовке данных акций поэтому это целиком коллективный навальный не знаю кто входит в круг людей которые принимают там какие-то решения но в любом случае они все это абсолютно делали самолично вот соответственно мы лишь можем наблюдать и принимать свое решение участвуем мы и в каком формате вот и все вот все остальное они делают самостоятельно ни с кем не советуюсь не ни на кого больше не опираясь но я знаю вот и левые многие деятели поддержали максим шевченко там еще люди какие-то и вот и националистов было много кстати на пушкинской так вот то есть действительно многие поддержали кто-то не поддержал но понятно что даже те люди которые лично к навальному не симпатизируют и имеет немного много претензий многие считают высокомерным многие считают его идеологическим противником как вот например многие левые да но поэтому они понимают что перемены страны в стране нужны что окно возможностей политических откроется только тогда когда произойдут существенные сдвиги руководстве страны без этих сдвигов никаких сегодня действий перемен невозможно все пока что фантазируют о каких-либо формах протеста а навальный это здесь и сейчас они это организуют поэтому многие несмотря на свою нелюбовь к навальному все равно вышли на улицу вот 23 числа и соответственно 31 числа уча с они анонсировали новый митинг он уже поменял свою дислокацию на лупянку но по логике лупянку должны перекрыть перекроют скорее всего скверы в администрации президента этой и если это произойдет по моему прогнозу то люди скорее всего будут вынуждены собираться на никольской улице это единственная широкая большая улица опять же надо посмотреть как будет перекрытие метро осуществляться они могут выходы раскидать таким образом что будет тяжело туда зайти собственно задача омона и будет заключаться в том чтобы разбивать людей максимально разделять разбивать на группы даже неважно сколько вас соберется по всему городу возможно размазать абсолютно любое количество вот и как власть будет к раздействию мы абсолютно понимаем здесь ничего нового нету жесткого подавления не будет это мой прогноз почему потому что самое больше больше чего они сейчас боятся это жесткая реакция запада и лидеров поэтому они не дадут таких казарей скорее всего он будет действовать относительно мягко буду задерживать тех кто поедет заранее то есть до того как соберутся основные люди будут задерживать активных участников кто там будет кидать снежки или пытаться дискутировать с ними и соответственно основные задержания будут после когда уже основная масса людей уедет а кто вот останется и не уедет тех отцепят и будут развозить по отделам москвы соответственно будут выбивать активную часть цель для нее очень простая это тысяча четыреста задержанных до прошла акция по москве первый штраф 10 15 тысяч потом извините второй 200 300 тысяч 3 уголовная ответственность соответственно за несколько таких митингов можно выбить практически всю активную такую часть кто-то пойдет а кто-то уже рискуя получить 300 тысяч штрафа не пойдет слушай ну ты вот нарисовал на картину общую что называется широкими мазками спасибо и я понимаю что я перед тобой поставил сложную задачу как-то нарисовать или предположить тенденцию не имея для этого графика достаточного количества точек если мы говорили хотя бы на следующей неделе у нас бы было бы две точки можно было бы что-то более уверенно предполагать но давай тогда вот внимательно разбираться и препарировать ситуацию исходя из того что ты сказал скажи пожалуйста противники протеста я так понимаю что они делятся на две группы на первая группа это лоялисты которые при любой погоде и при любой власти лояльно действующей власти вторая группа противников протеста как ни странно оппозиция которая вроде как не с путиным но и не хочет быть не с либералами не тем более основальным по каким причинам это тоже интересный вопрос я прав этой классификации можешь что-то вот поподробнее рассказать на эту тему на самом деле главная проблема протеста не в них главная проблема протеста я бы сказал бы про главную группу главная группа это люди которые не верят возможных изменений перемен это те люди и которые ранее выходили возможно на болотную площадь участвовали и в митингах или не участвовали в них по причине что не верят что также как голосование также не верят и что что уличная активность что-либо изменит они думают что могут получить буки 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 дубинкой по голове от омоновцев думают что могут получить штраф но не думают что могут что-то изменить выходя на улицу вот это главная группа людей равнодушных которая и хочет перемены в то же время не видит возможности их совершения путем выхода на улицу а вот противники протеста абсолютно верно то что описал это естественно про кремлевские вот эти организации их немного они малочисленные вот либо бюджетные то есть либо вроде но да там сербы и так далее но это вечный там такие бегающие там над ними смеется уже давно вся страна но тем не менее они есть да они тоже и та часть которая да просто ненавидит навального его не любит потому что левые тоже разделились кто-то выступил против категорически и готов чуть ли не действующую власть уже защищать только бы не навальный да вот кто-то вообще что там разницы нет никакой между одним и второй хотя прокомментируй пожалуйста вот этот тезис потому что я и хотел вот как как ремарку тебя спросить о том что многие мои знакомые вслух сказали что уж лучше пусть остается путин чем придет навальный это вот что это за позиция можешь ее пояснить вот как-то препарировать слушай почему люди так говорят понимаешь здесь на самом деле это большому счету если мы будем разбирать по личностям это же абсолютно наши фантазии которые направлены на будущее если кто-то заявляет что навальный лучше путина это же его представление о навальном в будущем да если кто-то говорит что путин лучше навального это тоже самое и спорить вот именно о личностях лучше или хуже ну бессмысленно потому что это будет зависеть от того кому вы будете симпатизировать да если люди не симпатизируют никому но просто заявляют что они оба плохие но опять же это их представление будущего я считаю что россия в любом случае появится при столько при смене власти появится исторический шанс какой-то на продолжение на развитие и вот это самое главное для меня будет ли навальный или путин лучше я не вижу смысла никакого спорить с кем-либо я считаю что без открытия политической системы без создания конкуренции людей и идеи без вхождения оппозиции на честных выборах без меняемости власти будет только хуже а соответственно вот я выступаю за это они за личности о которых мы можем спорить я считаю что любой сегодня новый президент лучше действующего лучше не потому что он вот по каким-то качеством лучше а потому что любой лучше кто не сидит у власти 30 до 20 лет вот и здесь я в этом абсолютно убежден что команда должна поменяться и должна в последующем меняться и вот эти перемены выборы которые дадут возможность открытые до голосовать и сменять власть они будут лучше любая новая власть она естественно будет проводить ревизию старой власти естественно если вы взяли наложили цензуру на все сми приняли репрессивные законы которые помогают вам узорпировать власть если вы контролируете весь бизнес в стране то любая новая власть приходя на смену вам первым делом займется тем что будет разбираться с этим потому что иначе она властью не станет и понятно что если власть меняется то вы не сможете за пять лет создать такую модель где будете править фактически вечно и под свое усмотрение переписывать даже конституцию страны поэтому здесь вот ключевой вопрос в этом вы за перемены либо нет если вам устраивает сегодняшняя ситуация то тогда сидите ровно и и все тогда если вас что-то не устраивает то вопрос не в навальном опять же навальный не претендует сейчас на лидера либеральной оппозиции он претендует на лидера протеста всех несогласных надо очень хорошо понимать вот это вот очень важный момент можно я его артикулирую примут отдельно значит в твоем понимании навальный во многом это символ пар протеста но лидер он не для всех и лидером он для всех быть не может просто по определению да потому что я даже больше того я выскажу свое личное мнение что я абсолютно убежден что навальный не станет главой государства навальный в этой технологии вот по моему разумению это просто таран поэтому те люди которые боятся навального их там запугали федеральные каналы или там пропагандистская машина сегодняшней власти пусть за это не беспокоятся скорее всего даже следующий лидер после навального президентом именно не станет власть свою и популярность уличную превратить в политическую они не смогут поэтому как показывает исторический опыт в этом отношении многим вот люди людям можно быть спокойны которая говорит вот нам навальный не нравится поэтому это самое для меня нет фамилии здесь вот для меня есть процесс вот процесс как технолог я вам рассказываю что любое сегодня изменение любой исторический шанс появится для россии только после того как мы произведем трансформацию нынешней системы если мы ее не разберем то все мы пойдем в северную корею может быть т.п. до северной не дойдем но где-то в промежутке точно застояние и никакого исторического будущего нет украшения будет абсолютно таким же ошеломительным оглушительным и окончательно возможно даже с потерей государственности последствия и расколом и развалом чего я искренне не хочу ты вот отметил о том что на организационная часть протестов было по твоему мнению не на высоте примерно о том же глядя на эхе москвы лев шлосберг рассказывая как он наблюдал протестующих в пскове говорит люди вышли и не понимали куда ходить не понимали зачем ходить не понимали где собираться тем не менее вышли кстати давай отметим вот протест лишенные сколько-нибудь внятной организации он вообще он на что он куда идет скажи пожалуйста для начала опять же не открываем для кого никакой тайны то есть абсолютно прописные истины количество мирных протестующих по большому счету начнешь им власть никак не влияет если это не какие-то супер запредельные цифры которых не будет активные люди всегда немного их там пять миллионов где-то я даю может быть там может быть не знаю может быть больше но не намного больше это вот какие-то там людям которые действительно они там размазаны по огромной большой наши там 89 сколько 88 субъектов российской федерации то есть она они все мы их не сможем там собрать миллионы и понятно что если пскове где-то эта проблема не так сильно стоит когда вы собираете тысячу человек а вы где угодно можете попытаться уместить но это большая проблема когда вы выводите десятки тысяч москве и они у вас размазаны по всему центру по москве можно размазать неограниченное количество людей абсолютно и вы никак не сможете показать даже этим людям которые вышли свое единство и свою численность то есть они даже не узнают что их в этот день вышло ну только из вашего заявления которое будет опровергнута да что их вышло там довольно много вы поймите что люди перестают выходить на акции я не только когда на них штрафы накладываются и угроза им есть уголовного преследования но и когда они не видят никаких результатов протеста результат протеста очень важно то есть люди должны зарядиться увидеть что их много что они что-то могут что их мнение будет услышано и результат он важен и вот это ощущение единства если вы и его не даете в итоге размазывая это все но здесь будут проблемы вот я считаю что абсолютно нужна консолидированная точка сбора где могут выйти абсолютно все люди собраться более-менее вместе и внятно все вместе уже прокричать определенные лозунги ради которых они выходили все вместе я повторяю они разбитые на 100 кучек по разным там закорулкам москвы каждый там кричал чего хотел вот это очень важно ну и далее нужно понимать технологию нужно понимать технологию я надеюсь они на что-то рассчитывают что-то планируют что если вот жесткого разгона они может быть надеялись что власти совершат ошибку и начнут жестко провоцировать толпу разгонять ее и устраивать массовые беспорядки но они ошиблись власть абсолютно все правильно делает она не будет делать столкновение они не будут нападать на толпу они не будут жестко себя вести под камерой там ну это отдельные инциденты я не беру там несколько уголовных дел таких столкновений они не влияют это очень мало для жесткой реакции запад 4 уголовных дела всего я насчитал ультиматумы там какие-то никто там и байдов никто с этого никаких ультиматумов никому не предъявит это все в рамках статистики несущественно поэтому мы увидели что ошибок этого этих не будет а соответственно нужно понимать какое будет продолжение вводить бесконечном митинге невозможно я не знаю этот митинг является промежуточным каким-то действием или окончательным после окончательным то им нужно что-то придумывать потому что очень быстро эти митинги себя исчерпает мы даже по российской действительности видим как чем закончилась болотная да чем закончилась стратегия 31 когда кажется 31 число выходил оппозиции они фактически скатились уже ну маргинальную абсолютно в маленькую группу понятно что вы не сможете проводить митинги долгими месяцами до держа этот темп вы рано или поздно упрётесь то что он вас действительно всех задержит тех кто выйдет потому что людей будут выходить меньше по итогу если ничего не будет происходить и вот будет такая стагнация просто выход ради выхода еще и люди будут выбиваться штрафами постоянно ну соответственно отчет тогда ожидать вот как показал хабаровск но эти протесты могут ходить долго причем по мягкам хабаровска там 50 тысяч это для маленького относительно города выходила процентом соотношения это просто ну там 20 процентов от жителей практически города да вышли там какой-то может я ошибаюсь в любом случае это очень значительно для москвы которая с маятниковой миграции там оценивается за 20 миллионов да то есть это 50 тысяч это конечно же не совсем не глобальные цифры скажи пожалуйста вот ты говоришь о том что митинг был видимо промежуточным и говоришь о том что важно чтобы люди видели бы какой-то результат а были какие-то результаты хотя бы промежуточная вот у этого субботнего мероприятия был результат то что он не провалился что люди вышли результат был относительно протестов которые проходили летом за допуск независимых кандидатов а сами две акции по численности но крайний митинг оппозиции навального до коллективного не провалился это конечно тоже результат но не провалиться мало нужно еще достигнуть каких-то целей вы понимаете что оппозиция вынуждена постоянно фактически изменять свои цели ну посмотрите вот за что выходила болотная площадь за отставку путина за честные выборы за отставку чурова главы центр избиркома как цель из этих была выполнена никакая в итоге болотная и либеральные деятели начали бороться за освобождение людей по болотному делу которых посадили потому что они вышли на улицу а московская то же самое вот это вот акции которые прошли 27 и 3 числа июля и августа соответственно они выходили за честный выбор из-за допуск независимых кандидатов от оппозиции к выборам они не были допущены и в итоге оппозиция стала бороться за то чтобы отпустили фигурантов московского дела причем кого-то посадили кого-то отпустили они это чуть ли не победой объявили ребята вы изначально нафига выходили вы выходили для чего для того чтобы отпустили людей ну зачем вы вообще тогда вышли ну не выходили бы никого бы не задержали фактически сми цели с политических были подменены целями отпустите наших задержанных хоть там хоть там половину или там десятую часть а лучше половину ну не ради этого же затевался митинг да чтобы потом добиться того чтобы люди отпустили толку то тогда эти митинги проводить не проводить их вообще никого не задержит вот поэтому это не цели цели политические политические цели никаких достигнута не было ни ни в одном случае чекана действительно да действительно впервые на полотны вышло большое количество людей либералы удивились никогда не уводили много людей никогда они не руководили никогда ну не стояли но фактически во главе там были левые националисты понятно прежде активистов вообще там было минимум я думаю что там два процента из всей этой толпы но они впервые увидели что есть люди но структуры нет управлять мы ими не можем мы можем с трибуны покричать причем коллективно там 50 человек вылезут откуда иногда собчак и быкова там да и что-то там расскажет тесня друг друга этого мало оказалось нужна структура вот сегодня структуры также нету но протесты действительно недовольных собирает даже недовольных много медиа ресурсы какие-то либералов есть относительная неприкосновенность кавычках есть потому что националистами не сравнить и с левыми даже к сожалению не сравнить за нас точно никакой там этот самый меркель заступаться не будет и байден точно путину по нам звонить не станет нас закатают в асфальт по абсолютно молчаливым согласие основных в том числе и либеральных площадок если упомянуть то только мельком списке других фамилий поэтому сегодня навальный это единственный фактически от либеральный такой вот путь который могут более или менее вести вот такую открытую войну но без того чтобы просто по беспределу сразу всех не закрыли хотя мы видим уголовные дела сейчас возбуждены почти там на большую часть членов фбк поэтому понятно что с ними там это главный последний бой у них они надеюсь имеют четкий план этого боя но пока него четко имели то есть пока все их действия по расследованию по заявлениям по поезду навального были абсолютно логичные они шли на столкновение но вот надеюсь они понимают что должно произойти следующим этапом и или над ними люди которые стоят может быть они не понимают я опять же фантазирую сейчас ничего об этом не зная могу лишь предполагать что возможно есть некие силы которые думают намного дальше их их роль лишь вот на каком-то этапе должна закончиться для них то есть тоже этого не исключаю но думаю что все таки они люди умные тоже и должны тоже все это оценивать хорошо давай тогда от организации вернемся к людям которые вышли 23 числа вот поверхностные наблюдения нам дают такую картину что все-таки был повышенный уровень агрессии по сравнению с митингами лета девятнадцатого года социологии социология нам дает что там было много новых участников тех людей которые не выходили до этого никогда было много молодых людей именно молодых людей не шкалеров а молодых людей и скажи пожалуйста вот какое среди этих молодых людей место 44-летнему навальному ну путин понятно для них вообще политический дедушка такой он им адекватен это основной движущей силой этих митингов или уже не совсем давай давай я был на всех акциях немножко буквально два слова по составу 27 июля девятнадцатого года и третьего августа это было преимущественно молодые люди школьники студенты вузов половина из которых составляли девушки я еще удивился какому огромному количеству женских лиц когда нас омон зажал в переулке и надо было перелезть через большой забор чтобы выйти через территорию храма из этого окружения да где начинали принимать людей я и два моих тогда охранника стояли и ну помогали людям подсаживали чтобы они перелазили я еще тогда заметил удивительное что там ну там чуть ли не из десяти там это вот девять девушек было вот где стояли где мы вот помогали но у меня тогда возник вопрос а где те сто двести тысяч людей которые выходили на болотную площадь в одиннадцатом году их не было они не вышли вот на по на те протесты вот судя по массе людей они все не пришли и вот эти протесты они по моему тоже очень сильно отличаются я не видел много молодежи во всяком случае в том предыдуке где я стоял люди были там ну от 20 до 40 лет по ощущению по моему ну да преимущественно может быть 20 до 30 лет основная масса ну а давай дадим график вот друзья внимание на экран вот раскладка по возрастам это по задержанным или почти нет по участникам митинга мы видим что абсолютное большинство составляет люди 25-35 абсолютное большинство ну я не знаю как они могли посчитать тоже все размазано было но то есть они на это это конечно оценка или впечатление да но школьников я специально глазами походим я поснимал там выложил это мощном канале посмотреть вот это видео и как я на машине объехал как я прошелся вы увидите что никакой там школоты который нас все эти дни там рассказывали как используют школьников и так далее но не было их там они там были в каком-то там проценте несущественным то есть общая масса вот этой толпы которая выходила она это были не школьники зачастую даже ну может быть и студенты но такие уже вот за левые то есть люди и это это кидалось в глаза то есть опять же поменялся состав и вот что это значит что люди которые участвовали в болотных протестах они разочаровались в уличной активности или почему они не вышли почему навальный не смог достучаться до них этому может быть огромное количество причин и вне сомнений я сейчас могу пофантазировать но об этом прежде всего надо думать организатор почему протестный электорат уходит старый приходит новый молодежь мне сомнений на пассионарная откликается всегда активная но даже с молодежью смотрите вот изменения произошли с 19 года буквально за несколько лет очень существенные давай наверное двинемся дальше на ближе к экономической и политической канве я тебе хочу сказать буквально две минуты вот свои личные впечатления а потом мы от них перекинем мостик в глубинные причины этих протестов в экономику в политику там и так далее вот мне показалось что наши с тобой соотечественники вот по всяком случае я сужу по кругу своих знакомых напоминают человека который вот только проснулся утром после тяжелого дня почему этот день был тяжелым могут быть разные причины может быть выпил может быть много работал но что-то было тяжелое чек вот еще не осознал что же было вчера и почему у него сразу вот при пробуждении априори плохое настроение пошарил там брюках денег нет вроде были накануне да какие-то синяки что-то какое-то тяжелое такое мутное утро и вот люди постепенно начинают осознавать что все что с ними происходило как-то им наверно не нравилось но они почему-то этому не придавали значения вот и я тебе хочу сказать что по моему вот уровень нагрузки на наших людей на наших россиян на наших с соотечественников самые разные нагрузки психологической фискальной моральной регуляторный санитарный вот кстати мне показалось что одним из все-таки промежуточных результатов митинга 23 числа было некое значит послабление по санитарному режиму может быть это просто совпало да может быть ни одно это не следствие вот этих вот протестных всех явлений но мне показалось что наверное это в связи так вот и разрыв между тем как люди себе зарабатывают на жизнь их способностью терпеть эту всю ситуацию он постепенно нарастает и становится критическим как тебе кажется я прав в своих ощущениях или что-то добавить абсолютно конечно то есть количество недовольных по разным причинам которые мы можем сейчас бесконечно обсуждать она вне сомнения нарастает количество людей которые радикализируются в своем нетерпении нежелание видеть данную власть тоже увеличивается то есть толпа конечно же недовольных она множится и наша власть с 14 года только занимается что совершает эти системные ошибки чтобы эта толпа продолжалась множиться причины тому политические и экономические мы сейчас будем называть опять час пробеседуем про них мы это все уже не раз обсуждали и понятно что да абсолютно правильно так называемая мы ее назовем так условно революционная ситуация она появляется и когда она появляется с точки зрения технологии абсолютно бессмысленно гоняться за революционерами революционеры это продукта революции победить ее нельзя как показывает опыт ее можно только возглавить гоняться за навальным там демушкиным еще за кем-то бессмысленно потому что они будут рождаться до бесконечности если сонная ситуация подошла и созрела то неважно кто будет во главе во главе всегда будут люди чем больше вы будете сажать тем больше власть будет терять остатки уважения и имиджа и соответственно наоборот будет симпатии все большего количества людей на стороне тех кто выходит на улице поэтому здесь однозначно ну власть я надеюсь тоже ну хотя не надеюсь я на них давно уже ни на что там не надеюсь я лишь надеюсь что не будет крови гражданской войны вот это единственное на что я надеюсь у них ума на это хватит до этого не довести в итоге страну хотя я понимаю что для них потери власти и потери свободы это абсолютно одинаковые сегодня вещи и они будут драться до конца им некуда бежать они по санкционными списками еще и поименными на многие поэтому им отступать некуда они понимают что все свои миллиардные состояния не сохранить не смогут они смогут их сохранять только продолжая сохраняя свою власть и сохраняет данную систему вот поэтому там будет кому драться ну либо кто-то перебежит не знаю я не исключаю что половина этих ребят уже работают на той стороне и они для себя личные гарантии получают там в переговорах западными элитами и так далее но опять же мои фантазии слушай вот мне кажется это очень очень такая узловая . нашего графика который мы с тобой пытаемся нарисовать нарисовать ты сказала революционная ситуация значит по этому поводу есть две точки зрения кто-то чувствует дуновение вот этого революционного ветра у себя на лице или на лицах а кто-то говорит да нет ничего подобного вроде как нет но мне знаешь эти люди напоминают вот как этот помнишь старый медицинский анекдот на куда вы меня везете в морг так я же еще живой так мы же еще и не доехали ну то есть вот ситуация явно в революционном развитии находится и ты сторонник второй точки зрения что все ситуация сдвинулась с мертвой точки какую роль в ней сыграет улица пока непонятно может быть она будет приправой до скажем так для переформатирования политической системы а может быть она будет основным актором мы этого пока понять не можем правильно ну смотри пойдем от печки единственным источником власти российской федерации является много национальный народ который свою власть может осуществлять непосредственно . как народ может осуществлять свою власть есть всего два способа то есть первый способ это соответственно как нам говорят законное правовое поле это путем участия в выборах отдачи своего голоса за того и нового кандидата вы считаете что оппозиции в россии не существует и вся система выборов дискредитирована соответственно вы этот путь полностью для себя отвергаете большая часть населения на киев выборы не ходят и не верят в них давным-давно соответственно остается вторая часть это выход на улице и выражение своего протеста своего мнения путем уже шествий митингов и пикетов вот то что мы сегодня видим и при сильные законы последнего времени все принимаются с целью того чтобы это право максимально у людей отнять и ограничить и если вы можете видеть что недовольных количество растет что они радикализируются и из-за там тех или иных событий в россии обнищание там экономических факторов пандемии ограничительных мер то есть все больше и больше людей становится недовольных и они готовы выходить и оставить свои права на улицу то это лишь вопрос времени когда появятся те силы которых туда выведут соответственно это единственный механизм сегодня изменение власти но изменение может вот здесь вы правильно абсолютно сказали произойти не обязательно из-за самого выхода людей на улицу есть еще и элиты которые чувствуют революционную ситуацию и запрос снизу может быть восприняты оттуда потому что элиты тоже понимают что неважно кто должен быть президентом важно чтобы система сохранилась поэтому запросу эти элиты могут эту систему начать пытаться переформатировать например отдав голову самого неугодного из них кому-то туда с целью остаться на своих местах и здесь я не исключаю что запрос снизу будет поддержаны запросом не забросом а действием сверху вот такое тоже может быть либо это будет очень долгое качание в итоге власть само проиграет неизбежно но проиграет уже без точки мирной передачи перехода полномочий власти здесь уже к сожалению будет но тяжелый затяжной путь здесь уже транзит власти будет даже относительно мирный невозможно если они передержатся этой точкой и ее далеко от нее вот скажи пожалуйста ты сказал о том что элита заинтересована в сохранению статус-кво она может начать политической переформатирования как насчет экономического переформатирования вот наша экономика я воспользуюсь твоим дипломом экономиста и одновременно твоим же дипломом психолога да потому что вот мне кажется здесь это вещи такие полезные будут для наших рассуждений вот экономику у нас трудно не заметить что он у нас маленькая во вчерашнем своем эфире приводил такой интересный пример насколько она маленькая соединенные штаты америки друзья напечатали для поддержки своей экономики граждан в пандемию 10 триллионов долларов а вся российская экономика по моему что не больше двух или уже существенно меньше то есть вот представьте себе что такое наше ввп на фоне ну допустим ну даже не только соединенных штатов америки у нас очень и очень небольшая экономика одновременно дмитрий николаевич она очень зарегулированная то есть вот продолжается этот тренд на запреты названа значит маркировки все эти кассы то есть продолжается вот экономический прессинг самое время его бы как бы и развернуть да то есть вот если элита действует в той парадигме о которой ты сказал на сохранение системы почему бы гайки то не не открутить мы этого с тобой не видим почему ну смотрите первое то что они смогут попытаться перестроиться под любой запрос но не под любой но смогут начнем с того что все сегодняшние лидеры россии это бывшие комсомольские ужаки они вышли из советского прошлого где на собраниях клялись идеям ленина и маркса и плановой экономики потом они стали неолибералами работали в смольном 30 лет сидели у власти причем 20 уже с лишним именно у самой верховной главной кормушки власти поэтому они путь проделали они левый правый любой другой поворот и они вам могут включать по крайней мере обозначать сколько угодно почему они не отпустят сегодняшнюю политическую эркессивную систему я уже объяснял мы в прошлой передаче делали большой эфир потому что они боярады но они уже не могут они 30 лет завинчивали 22 гайки да и сейчас они не смогут их отпустить потому что рейтер партии власти их поддержку населения такая что если они отпустят и поделиться властью это будет для них конец то есть еще большая проблема поэтому газа венчевую да будет у нас ну политику понятно завинчивают а может быть через экономические вот кластер парт островить нет это здравый это тоже же контроль бизнеса он тоже также важен как контроль силовиков и контроль средств массовой информации если они это все прибрали к своим рукам я не думаю что они это будут отпускать вот вот значит в этом в нашей теме сейчас разговора вот я скидывал теперь перепели эту расшифровку беседы венедиктова это главный редактор эхо москвы кстати там 60 с лишним процентов газпром между да вот принадлежит и журналистом дмитрием быковым вот давай может быть я я хотел тебе как раз следующий вопрос задать по части структуры нашей оппозиции на сегодняшний день вот мы все слышали заявление руководители фракции системной оппозиции о событиях до 23 числа они скажем так не поддержали хотя вроде бы казалось бы ну не надо оставаться такими сервильными в этой ситуации и продать не продолжать меня вилять хвостиком до поддержали путина давайте вещи называть своими именами они выступали не против навального они выступали за действующего с ними все более-менее понятно а вот скажи мне на несистемном поле кто противостоит действующей политической системе и как система и как и как система оценивать степень опасности отдельный групп том числе националистов вот пожалуйста это вот я тебе тоже там скинул текст но это немножко иной потому что я сейчас говорю по другие вещи я если про националистов там отдельный текст так вот смотри сегодня естественно все не согласны и это ну я не скажу что они противники для власти то что власть все-таки противника всегда персонали в персону превращает как-то делит или там там политические спектры да кто там лидер левых несистемных то либералов то националистов и она врагов все-таки по лицам пытается расписывать вот бороться же не совсем народом надо хотя де-факто все эти агрессивные законы это есть законы которые нарушают права и свободы граждан вот но тем не менее первая конечно репрессивная группа сегодня прессируемая группа она раньше всех подвержилась преследованию это русские националисты причем опять же в этом же разговоре я там скинул вот этот маленький кусочек может быть его зачитать дмитрий никого не как раз он рассуждает давай зачитаем алексей венедиктов главный редактор эхо москвы рассказал о том что путин считает своим главным врагом русских националистов как уточнил венедиктов путин никогда этого не скрывала всегда подчеркивал владимир владимирович путин считает главным внутренним врагом не в слове сахо применение закона об экстремизме считает национализм в первую очередь русские но не только если вы посмотрите кто сидит по экстремистским статьям о чем-то сейчас только что говорил в процентном отношении это русские националисты и это старая его идея он ее говорил главным редактором еще в четвертом году потом восьмом году потом в пятнадцатом году рассказал венедиктов до доклад закончен кстати кстати вот согласно вот этому высказыванию венедиктов после общения с путином который он сделал первое да это можно ответить всем тем людям которые постоянно любят у нас больно последнее время философствовать на тему как вот вожди русского национализма все проиграли все упустили на самом деле того репрессивного давления силовиков и государственной машины на отдельную взятую политическую силу и фактически поле выжигали никогда не было и второе самое главное что намного важнее это очень хороший ответ тем карикунам которые сегодня рассказывают что зачем националистам вмешиваться в политические протесты политические вот эти все там происходящие события дескать навальный и путин они одинаковые и зачем нам там участвовать это вот хороший ответ для них потому что вся репрессивная машина государства уничтожала последний националистов эта машина создана и выполняла команду именно этой администрации поэтому когда вам очередной раз будут рассказывать зачем националистам там где-то участвовать можете посмело зачитывать этот текст затем что здесь у вас нету никаких перспектив кроме перспективы сидения в тюрмах если вы считаете на нормальном вы считаете замещение русских мигрантами нормальным ну тогда и не сидите дома не боритесь система или изображаете свою борьбу исключительно почему-то больше переводя ее на борьбу там с навальным или еще с кем-то вот я сейчас не буду про убеждения навального рассказывать но не думаю что у навального сейчас главная мысль это как репрессировать русских националистов но навальный по крайней мере говорит о том что нужны свободные выборы а из-за нашей системной оппозиции во многом народ в эти выборы верить перестал я прав или но но это мы касаемо протеста конечно сейчас и левые уже попадают под каток и либералы отработанная схема михами маховика репрессии он не останавливается националистах понятно что его создали что этот репрессивный механизм есть и он поедет дальше по всем несогласным их не будет разделять и недавно вот было у меня встреча с костю котовым от фигуранка московское дело которая сидел в том же лагере что и я и более того в одном отряде сидел условия тоже у него были крайне тяжелые поэтому думать что там националистов либералов и левых будут там власть как-то будет разделять там отдельно нет не будет впоследствии все будете сидеть вместе и о своих идеологических нюансах идеологии можете спорить там в тюрьму бесконечно я считаю что надо немножко власти вопросы пока позадавать действующие которые людей в тюрьмы кидая по политическим делам а вовсе не друг другу друг другу вопросы будете задавать на честных выборах как будете бороться за места в парламенте уже или запрос президента вот тогда будете спорить уже там с либералами с левыми с кем угодно с националистами сейчас я считаю есть более актуальной задачей это открыть вообще политическую систему чтоб ней вообще оппозиция могла хоть как-то участвуйте проявлять себя вот дмитрий николаевич а давай я вот зачитаю еще вторую часть эфира венедиктова мне кажется она тоже очень важно хотя она немножечко выходит за рамки нашего сегодняшнего эфира итак друзья внимание в представлении путина россия окружена врагами и и взяли в кольцо нато евросоюз и американские базы путин считает что существует единый фронт против россии и что он должен создавать проблемы своим противникам чтобы их ослабить ясно что брекзит экономически неблагоприятен для россии но путин поддерживает его потому что это ослабляет великобританию то же самое с нашей поддержкой независимости каталонии которая ослабляет испанию то же самое в отношении а дг националистов германии путин считает про нацистов ульгарными но раз они ослабляют меркель он их поддерживает россия стремится дестабилизировать евросоюз и ищет слабое звено утверждает собеседник издания путин считает что сейчас есть две геополитические платформы американцы и китайцы которым путин не доверяет далее следует европа которая по его словам нам ближе чем америка это кстати прозвучало и в доводской речи владимир владимировича вот он думает что вместе мы могли бы создать третью платформу он хочет чтобы европейцы отменили санкции путин всегда стремился быть европейкой но с особым местом и собственными правилами конечно это невозможно но он этого не понимает он готов на все лишь бы заставить европейцев отменить санкции и начать разговор все уже согласились рассматривать крым как особое досье но можно ли что-то сделать для донбасса путин готов вернуть его украине рассуждает венедиктов конец цитаты что скажешь по этому поводу это ключевое в понимание всей сегодняшней российской политики не надейтесь ни на что в будущем что вы построите маленькая неэффективная закрытая государство маленькая это смысле рынков они в смысле объема границ маленькая смысле денег маленькая в смысле объемов и возможностей до рыночных что весь мир сегодня живет по пути интеграции весь мир входит на рынке друг друга раскидывает производство потому что невозможно все создавать внутри страны вам абсолютно надо с точки зрения и технологий обмениваться и обязательно жить в общем мировом сообществе советский союз мог воевать западом нашу свою орбиту включал половину мира страны варшавского договора он имел огромные рынки и почти половину промышленности всего мира он мог себе позволить противодействие эти не могут ничего их бюджет до этого вот бюджет весь ты озвучил вот это маленький рынок внутренний они не смогут ничего сделать и жизнь буду ухудшаться был все хуже и хуже послушай но вот мне кажется что наше отношение западом как в капле воды отражается в истории со строительством северного потока 2 германии проект выгоден она его лоббирует соединенным штатам которые рассматривают европу как рынок для сбыта своего жиженного газа проект не выгоден они его тормозят это ничего личного только бизнес да причем обрати внимание куда нас бьют нас бьют соединенные штаты они дергают нас за эту трубу потому что в нашей экономике кроме этих труб по сути-то больше это ничего и нет естественно они берут эту трубу и начинают ее как кишку наматывать на кулак потому что они понимают что для нас это болезненно но это вряд ли и желание навредить какой-то конкретной семье петровых или конкретной семье ивановых запад как мне кажется прогнать он конечно не враг нам но и не друг точно он просто он прагматичен и действует в собственных интересах нету по есть понятие взаимовыгодности все есть понятие сюда политических рисков европа сегодня спешно пытается избавиться от зависимости от российского газа и рынка нефти по понятным причинам да мы слишком большую долю этого рынка взяли их это беспокоит потому что не хотят зависеть в том числе и политически на них окажется и политическое давление если бы это был только бизнес это был бы другой вопрос да согласен с этой поправкой согласен европа хочет раскидать максимально свою энергобезопасность обеспечив на много фронтов поэтому они сотрудничают с американцами в этой сфере с жижным газом тоже но поэтому они не хотят отключать и ту трубу они хотят быть независимы и не хотят из зависимости от россии попасть зависимых с сша хотя сша для них зависимость намного более но политически выгодная то есть они все таки ну понимаете вот на самом деле вот существование америки и ее позиции в европе это вопрос именно как ни странно поведение россии сегодня вот если бы россия не считалось бы сегодня угрозы для европы с перекрыванием границ с вылезанием во внутренние дела там с нарушением там каких-то прав и основ да то вот скажите зачем европе существование блока над вы против кого европа должна защищаться держа у себя огромное количество американских баз на своей территории но понятно что этот блок изначально создавался против советского союза когда если актуальность пропадет именно вот угрозы до глобальной но почка по северной кореи и нато там создают или против там ирана какого-то ну конечно же нет понятно что этот блок он сейчас получил второе дыхание потому что страны балтии боятся что завтра танки поедут что европа боится что начнется какие-то эти самые фазы там попытки создания переворота в давлении и так далее понятно что эти блоки он получил и в при сегодня второе следующее дыхание создается именно с одной целью и в этом ключе как ни странно сегодняшняя администрация работают полностью на руку американцев даже это есть американское влияние в европе европа давно уже имеет свои претензии свою повестку и свое видение мирового развития и они бы в континенте евразии вполне могут с скорее скоперироваться и работать вот я согласен что есть две платформы это китайская американская единая европа она сейчас какая-то такая нечеткая да то есть у них понятно что у них там свои еще фактора есть исламский мир еще большой фактор силы вот и так далее но это мы сейчас уйдем вообще нет я тебя благодарю о том что мы включили международочку в эфир это было совсем не лишнее потому что канал упрекает в отсутствие как раз международной повестке а это было очень кстати и по делу но давай тогда будем завершать сегодняшний эфир вернемся все-таки к внутренней ситуации и последний мой вопрос такой вот потребность общества в политических свободах высокая острая потребность общества в справедливости в социальной справедливости острая высокая скажи пожалуйста вот я так сужу по некоторым провластным сми и в частности по порталу не зыгарь там появились какие-то такие неявные и не явно артикулированные призывы к диалогу вот в последнем посте не зыгарь писал что да конечно администрации кремля явно не хватает и есть ее вина в том что отсутствует диалог с оппозицией но и оппозиция тоже виновата что она не выстраивает диалог хотя не очень понимаю как то в чем русские националисты виноваты перед властью где они не выстраивали диалог в каком именно процессе в процессе запрещения организации посадки всех лидеров выкидывание страны где там я не я же я же говорю дмитрий николаевич это не зыгарь да это 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 провластный телеграм-канал здесь здесь немножечко смещены акценты но вот все-таки скажи мне пожалуйста власть есть хотя бы теоретическая возможность что она со своей стороны этот политический диалог и с оппозицией я имею ввиду с ней системной потому что системный с ними все ясно там по большому счету даже не будет у нас никакой системной оппозиции да это есть просто такое определенное звено существующей политической системы не более того так все таки будет этот диалог выстроен или нет или власть уже не способна к такой трансформации там на двадцатом году своей жизни на двадцать я не отвечу тебе на вопрос для меня попытайся загадка пожалуйста власть не пыталась найти диалог именно ну знаешь вот русские националисты я сейчас это громко обзову да ладно патриотическим вот этим неким флангом вот на мой взгляд не имея абсолютно никакой идеологической своей основы единственное что они могли противопоставить вот таким вот значит коллективом коллективному навальному это наверное структурную работу и опору на русских националистов но я опять же говорю это теоретически в прошлые далекие годы вот для меня это было загадкой почему но видишь как оказалось вот из интервью оказывается русские националисты представление путина это главные враги да я все время имел общение с одним очень высокопоставленным чиновником не буду называть его фамилию и он мне сказал тогда такую фразу что путин не приемлет критику со стороны националистов ну вот с правой вот этой стороны он спокойно относятся когда его критикуют либералы это все это общеизвестно да но очень не готов чтобы вот и критиковали патриоты и националисты вот мне было сказано что вот это вот недопустимо и с этим они 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 считают что они должны вобрать себя вот весь патриотизм и поэтому когда кто-то где-то называется лидером русских националистов они вас сразу пытаются убрать с поля они не терпят здесь никакого этого самого на никаких представителей на именно на этом фланге не забывай что они на этих лозунгах и приходили власти фразу мочить сортиры прям ее же четко воспринимали кого именно будут мочить сортиры да это победоносная война эти репортажи эти едущие танки это вот это патриот слава россии вся москва была в растяжках завешена это главный лозунг националистов из 90-х да русского национального единства не знаю но ныне там запрещенное нет на всякий случай озвучиваем вот но суть в том что они вобрали в себя эти лозунги потом они поиграли с ними когда создавали блок родина да который очень сильно выстрелил против после этих порок да арбузных которые там раскидывали иммигранты и потом они испугались может быть они испугались и поняли что что этот проект их может поглотить у меня тоже покой на это русский национализм его испугались и вот боятся видимо до сих пор у них на самом деле выхода не так много хотя ты знаешь мне кажется что единственная такая конструктивная и мирная возможность для трансформации вот этого политического цикла в следующий это как раз постепенный переход в национально-патриотическое государство это мое частное мнение друзья я его никому не навязываю и в этом смысле конечно но опять же с большим запросом на свободу удовлетворением этих запросов а кто сказал что патриоты должны ограничивать свободы внутри своего ни в коем случае то есть это должен быть фактор свободы должен быть фактор социальной справедливости в том числе экономической кстати свободы не только политической но экономической давай подчеркнем ты об этом постоянно говоришь националист демушкин говорит о том что мы должны встраиваться в производственных мировые цепочки вы понимаете друзья то есть национализм это не замыкание в национальных границах многие почему-то понимают это именно так конечно ну что и что ну что спасибо тебе за очень интересный эфир я для себя да знаешь даже много чего почерпнул из него буду над этим думать а уж для наших зрителей мы дали много почву для размышления давай тогда как только появится вот это вот вторая точка мы сможем наверное вот я имею ввиду что произойдет 31 числа тогда там не откладывая выйдем в эфир и еще раз еще раз подумаем о том куда куда нас вывозит это самая кривая друзья вы нас простите если что-то были какие-то накладки или было не четко повторюсь мы не я не дмитрий николаевич особо не готовились играли с листа тем не менее мне кажется получилось живо и оперативно чего вы от нас и просите в последнее время оставайтесь здоровыми подписывайтесь обязательно на канал дмитрий демушкин он старается выкладывает там видео он его развивает подписывайтесь на канал главная тема народ пишите нам комментарии ставьте лайки если понравилось и будьте здоровы до свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok